Тихое солнечное начало очередного сумасшедшего дня, но он полноценно начнется через несколько минут, ну надеюсь хотя бы 15 минут у меня есть, чтобы просто немножко в тишине почитать Терри Пратчета и его пирамиды. Для меня это следующая книга в его цикле про плоский мир и здесь совершенно вообще новые герои, какие-то ассасины появились, какая-то псевдо-египетская что ли цивилизация, в которой умерший фараон как-то не очень хочет быть погребенным в этой пирамиде и вообще считает, что теперь после смерти он только начинает жить. В общем, я скорее читать и использовать эти 15 редких минут. Ну а почему же сумасшедший день? Да потому что на самом деле у нас теперь все выходные такие и много дней в принципе будут такими, дело в том, что мы находимся в процессе ремонта, края и конца которого точно не видно, так что это долгий сериал. И еще у нас в ближайшее время ожидает переезд. Я тут прям щурюсь-щурюсь на солнце, потому что наконец-то вроде нам обещают несколько дней лета. Вы слышите по голосу, что я уже слоненок, я уже успела простыть и в общем лето мне совершенно необходимо, просто как воздух нужно солнце, нужно тепло. Но в общем да, как я уже говорю, вас ждет сериал посвященный этому всему. Надеюсь, что вам в принципе потенциально интересно. Вот так выглядит часть нашего салона сейчас, нашей большой комнаты, потому что пора будет переезжать. И вот эти вот все коробки, даже есть коробка Полариса здесь, Амазон, все вот это. Ой, еще коробки, спасибо. Класс. Ну ладно, коробки это хорошо, в коробки можно положить всякие вещи. И нас будет перевозить специальный, как это сказать, перевозчик. И вот они нам тоже привезли такие специальные коробки. Ну что, начало нашего ремонтного периода путешествия. Вот оно, вот такое. Вот я сейчас нахожусь в кухне и здесь уже частично немножко пошел процесс, который я в общем-то и инициировала. Давайте покажу, как здесь было до того. Здесь было все покрыто черной краской. И ну даже если вариант, который будет после, это не то чтобы прям моя мечта. Мне больше нравятся деревянные столешницы. Но это когда-нибудь на будущее. Ну а сейчас я просто понимала, что с черной вот такой вот покрашенной кухней мне вообще будет очень сложно ужиться. И поэтому я решила сделать что? Попробовать снять краску. И вы знаете, получается. Это очень и очень долгий процесс. Очень трудоемкий. Действительно много нужно затратить усилий. Но процесс пошел. Вот давайте покажу. Она сделана из массива дуба, поэтому мы думаем ее оставить. Ну, конечно, поменять ручки, поменять краску. Собственно, покрасить и снять вот такую вот черную краску. Под ней довольно-таки милая, я вам скажу, такая немножко прованская плитка. Так что мне предстоит сделать вот это, потому что до того, как мы переедем окончательно, нужно заняться вот этим. Потому что вот эти вот банки, вот эти вот средства очень и очень сильно токсичные и очень сильно пахнут. Просто с ними жить действительно будет очень сложно. Поэтому мне нужно закончить. Видите, здесь уже тоже процесс пошел. Но вот это все нужно раза на три отмывать. И вот здесь мне еще все это предстоит. Ух-ух-ушеньки, конечно, работы здесь много. Но, в общем-то, я уже переоделась, времени не так много, поэтому все, я побежала очищать снова. Продолжаем наш увлекательный сериал. И давайте покажу, что удалось сделать вчера. Ну, в общем-то, вчера я очистила все вот это. Единственное, что осталось, это пошкурить немножко вот эту поверхность деревянную и обработать ее маслом или чем-то таким. Ну, а здесь то, что я сделала уже вчера вечером. И сегодня... Что такое ключи? Какие ключи тебе надо? А где вот они, я не знаю. В общем, побежала переодеваться в свою униформу и погнали. Два часа спустя эта поверхность очищена практически полностью. И вот жду, пока подействует раствор на верхнюю часть. Время пообедать и у нас с собой предстоит. Так, здесь у нас сэндвичи с лососем. Там мои фалафели, фрукты. Вот такой десертик. И здесь еще должны быть бананы, печенье. Вот такой десерт. И один из наших любимых сэндвичей с пармезаном. Что там у нас? Бекон и курица. И рукола. Мой любимый нордический салат с рыбкой. К нему идут вот такие гренки с намазками. Это тебе принесли? Ну понятно, теперь вдвоем будут одно и то же. Один еще не очень дорос, второй уже перерос, но все равно интересно. В общем, мы потихонечку начинаем что-то перевозить. О, ух, в общем, да. Все, ладно, я отключаюсь, встретимся уже там. И, ух, ладно, погнали. Такое насыщенное воскресенье. Onigo, как говорят французы, немножко англицируя свой язык. О, хотите еще прикол? Нам буквально переезжать через пару недель, и у нас сломался котел, или как это называется? Водонагреватель, вот как это называется. Он сломался, и теперь мы греем себе воду просто вот в этом инстантпоте, то есть, как это называется, в мультиварке. Просто ситуация, тра-та-та, привет всем! Да, теперь начинают пригождаться мои навыки нагревания кастрюлек в периоды отключения горячей воды. Вот так вот неожиданно любой опыт оказывается полезным. Хотя, скажу вам, что такое? Хорошо иду. Хотя, скажу вам честно, что, ну, в общем, не скучала я, поэтому, ну... Ах! Еще маленькое добавление, пока мы не поехали, потому что все пошли покупать сэндвичи на обед, и, в общем-то, я осталась одна немножко собрать какие-то инструменты, может быть, которые нам могут пригодиться. Я думаю, это знакомо тем, кто переезжал, то начинаешь находить совершенно вещи, про которые ты абсолютно забыл. И вот знаете, что я нашла в ящике с инструментами? Потому что хочу сейчас взять какие-то инструменты с собой, которые нам могут понадобиться. Степлер для мебели. Просто, что я абсолютно забыла, что я его покупала. И да, вот такая вот находочка. Мы доехали, и, в общем-то, пора начинать всякие работы. Давайте я в первую очередь покажу вам кухню, потому что предыдущие сколько? Три уикенда, три выходных я работала именно над кухней. И, в общем-то, я все оттерла. Да, это было сложно, это было долго, это было действительно, требовало, скажем так, и усилий, и мотивации, но все готово. И теперь я могу сделать что-то еще. Давайте покажу результат. Так, ну здесь сейчас еще валяются все инструменты. Вот там вот я убрала дверцу. Сейчас объясню, почему. Вместо черной плитки теперь здесь вот такая вот. Да, она оттерлась просто идеально. И, ну да, еще розетки не доделаны. На это все не обращайте внимания, если можете. А, в общем, главное то, что из черной поверхности теперь здесь вот такая. Вот такая немножко деревенская, провансальская, я бы ее назвала. А почему я брала здесь дверь? Потому что я поняла, что вот эти вот элементы, они, в общем-то, сделаны из латуни или из чего-то медного. И они просто, посмотрите, они окислились. Они такие темные, потому что они окислились. И я решила один попробовать почистить. И посмотрите, вот такие они окислившиеся, черные. Ну, прям именно окислившиеся, не покрашенные. И здесь вот такой он золотой. Поэтому я думаю, что я все очищу и будет все золотое. Но не сейчас, это не до переезда, потому что это не критично. План вот такой завершить хотя бы одну комнату до того, как мы переедем. Но здесь как бы пока все вот так. Здравствуйте. Что на Хадидас? Ты чисто это тебе скажешь, что ты как этот. Знаешь, эти, которые на карточках вот так сидят? Что на Хадидас? Смотрите, нам соседские дети отправили вот такой вот бумажный огромный самолет, на котором написано, ваши дети могут выйти погулять. И здесь нужно отметить, да или нет. Не очень-то и просто клеить эти ваши обои. Тебе, Киштен, сенавтого? Здесь такие, я бы сказала, молочного цвета стены. И потом вот такая вот одна акцентная. Ребенок сам выбирал рисунок, нам тоже понравилось. Ему хотелось еще синий цвет, поэтому вот такая вот штука. Клеить это было не супер просто, хотя нам это обещалось на упаковке. Но на самом деле первую вот эту вот первую, как это назвать, полоску, да, первую полоску было клеить сложно. Но это первая полоска, а потом по ней уже все аккуратненько, хорошо и удобно отрезалось, подгонялось. Так что... Ну и кроме ремонта по выходным, у нас еще что? Правильно, задача собрать все коробки. Я пока не представляю, как я это буду делать, потому что собирать ого-гошеньки и опять же делать это все в отсутствии выходных, и совмещая это при этом, скажем так, с какой-то рутиной, с работой, со школой и так далее, это, в общем-то, не так уж и просто. Но подождите, я же к вам не жаловаться сюда пришла. Я вообще, на самом деле, это воспринимаю как некий челлендж, то есть я не подозреваю пока, опять же, как все это осуществить, как все это организовать, как все это уместить во временной контину. Подозреваю, что последние дни перед переездом будут в режиме электровеника. Ну, что ж, а сегодня я как раз хотела начать, взяла вот коробка 1, коробка 2, не очень большие размеры коробок, почему? Потому что сюда я хочу начать складывать книги. Во-первых, это повод начать собирать уже хоть какую-нибудь коробку и освободить уже хоть какой-нибудь шкаф, поэтому я вот начала с малого, вот с этого, нет, где тут, вот, вот с этого шкафа я решила начать. Во-вторых, гораздо интереснее, конечно же, это делать вместе с вами, а не в одиночку, хотя на самом деле передо мной просто камера, но все равно какой-никакой интерактив. И плюсом я еще смогу вам показать свою коллекцию книг эксклюзивной классики. Это одна из моих любимых серий, поэтому почему бы и нет. Давайте начинать. Я говорю вот об этом вот тоненьком узеньком шкафчике, он довольно высокий, вот такой вот. То есть здесь не то, чтобы много книг, но на самом деле и немало. Кроме эксклюзивной классики здесь еще есть Покетбук, потом там еще Азбука Классика и немножко Агаты Кристи. Так что погнали. Первый вопрос это с каких полок начнем, с верхних или с нижних? Давайте, наверное, сверху пойдем. На самом-самом верху, на вершине стопочки, которая уже просто сверху на шкаф поставлена, у меня лежит вот такая вот книжка. Оливер Сакс и его антрополог на Марсе. Эту книгу я нашла совершенно случайно в коробочке по обмену здесь в Париже и пока что не прочитала. Это нонфикшн от известного невролога, человека, который написал, например, про мужа, который принял жену за шляпу. Здесь, в общем-то, реальные истории его пациентов. Дальше полочка, на которой у меня стоит аж 7 книг. Вот такая вот прекрасная стопочка. Что я здесь читала? Кажется, не так уж и много, но давайте посмотрим. Так, первая книга здесь это Хулио Картасер и это игра в классике. Очень необычная, очень своеобразная книга, которую можно читать двумя разными способами. Либо вы читаете, как она написана, как обычная книга, с первой до последней страницы, либо вы можете читать в порядке глав, которые разбросаны автором совершенно не в том порядке, в каком написана эта книга. И это довольно необычное действие происходит в основном в Париже. Да, это было забавно, интересно, магический реализм, мистический реализм, но не самая простая книга, вам скажу. Дальше у меня здесь две книги Стругацких. Первая это Пикник на обочине, прочитана. Это предок Сталкера, откуда все есть пошло. Да, здесь у нас sci-fi, фантастика, и мне очень понравилось это произведение. Дальше у нас тоже фантастика и тоже Стругацкий. Отель у погибшего олимпиниста. Здесь немножко больше магии, я бы сказала, немножко больше абсурда о затерянном в горах отеле, в котором начинает происходить какая-то непонятная хтонь. Следующая книга Ричард Фейнман. И вы, конечно же, шутите, мистер Фейнман. И я пока не читала эту книгу, да, но мне, кстати, давно лежит, надо бы добраться, если честно. Я ее покупала уже, наверное, года три назад. Где-то так, даже может быть четыре, потому что написано, что издание, вот это у меня двадцатого года. Автобиография, насколько я помню, Ричарда Фейнмана, то есть известного и очень талантливого физика. И он был довольно необычным человеком с неординарным чувством юмора. Поэтому, вот, очень будет интересно прочитать. Многие эту книгу хвалят. Во-первых, это, конечно же, Автостопом по галактике, книга первая. Не помню, здесь две книжечки или просто Автостопом по галактике. Нет, две. Автостопом по галактике и Ресторан у конца вселенной. О, эту книжечку я еще покупала когда-то сама в Читай-городе и читала, конечно же. Во-первых, 42, а во-вторых, хочется перечитать. Уже, мне кажется, пришло время. Продолжение Автостопом по галактике называется «Опять в путь». Да, эту книгу я еще, по-моему, даже не прочитала. Так что, мне кажется, хороший повод перечитать первую и прочитать еще и вторую. Здесь у нас, скажем так, альтернативная вселенная в космосе, и там очень много абсурда, очень много иронии, очень много сатиры. Это действительно смешные, но по-британски смешные книжки. Может быть, если британский юмор вам вообще никак не заходит, вообще никак вам не близок, может быть, это не лучший вариант, но мне очень понравилось. Мне, я прям смеялась в голос на некоторых моментах. И последняя здесь книжечка с полки, тоже Дуглас Адамс, это «Детективное агентство Дирка Джентли». Кстати, выходил сериал про этого необычное, скажем так, очень необычное детективное агентство в Лондоне. «Агентство специалиста по бракоразводным процессам, пропавшим кошкам и пришельцам из иных миров». Это было написано потрясающе. Сериал я не смотрела, не знаю как там и о чем он, скажем так, в общей сложности, но книга мне очень и очень понравилась. Я бы тоже, кстати, с удовольствием ее перечитала. Небольшая свечечка «Ритуал Хамама» от The Rituals. Так, вот здесь будет сложно доставать. Ух, тут все так плотненько стоит. Здесь у меня в основном стоит Артур Хейли, который прочитан полностью. Артур Хейли мне очень понравился. Здесь у меня четыре его книги, и я бы еще докупила, но что-то с тех пор я как-то не видела. Уже несколько лет не видела каких-то интересных изданий. Опять же, надо посмотреть, может быть, в эксклюзивной классике что-то еще появилось. Но в целом у него производственные романы. То есть он пишет о какой-то профессии. То есть, например, он концентрируется вот как здесь клиника анатомия жизни. Он рассказывает о каких-то историях очень сплетенных, действительно непросто. То есть там и детективная составляющая, там и личностные отношения, там и, в принципе, профессиональные непростые отношения в этой истории. И плюс он еще рассказывает какие-то, наверное, подводные камни, наверное, детали, я бы сказала, какие-то неизвестные моменты самой сути профессии. И здесь, например, вот в клинике он рассказывал, чем занимаются и как проходит, скажем так, день хирурга, там, не знаю, патолога, анатома, терапевта. Это все разные герои, то есть это не рассказывается в стиле нон-фикшен, это просто жизнь разных героев. В общем, это действительно было очень интересно, очень детально, и все это в художественном романе очень здорово связано. Так что клиника анатомия жизни. Детектив, где у нас маньяк-убийца исповедуется перед детективом, словно перед священником, а детектив, когда-то реально бывший священником, не в силах нарушить тайну исповеди. Зато теперь он может раскрыть двойное убийство. Аэропорт. Наверное, эту книгу я бы не рекомендовала брать, например, в самолет, чтобы не щекотать себе нервишки, но здесь идет речь об аэропорте, который застрял в снежную бурю, ну и, естественно, там всякие сложности с самолетами тоже. Не буду сильно спойлерить, но если вы прям сильнейший аэрофоб, наверное, это не ваш кусочек пирога. И последняя здесь книжечка, это Отель. Наверное, это лучшее из творчества Хейли. Вечеринка золотой молодежи заканчивается большой бедой. Титулованный иностранец случайно совершает преступление и пытается уйти от ответа. Дочь миллионера, спасенная из рук насильников, влюбляется в своего спасителя. Нет, это не детектив, это повседневная жизнь гигантского роскошного отеля, где возможно все. И настолько здесь рассказывают интересно именно о механике работы тоже отеля с разных точек зрения. Я слышала отзывы, которые говорят о том, что люди заинтересовались именно туристическим отельным бизнесом как раз после этой книги. И еще здесь у меня стоит три книжечки, тоже все прочитанные. Тут какая-то прямо идеальная полка, я вам скажу. Это «Замятин. Мы». Если вам интересно было читать «1984» Оруэлла, то вот это вот его пращур, предок. В общем-то, это действительно то, с чего все пошло. Оруэлл это признавал, и здесь прям видно отсылки, здесь видно, что тоже это антиутопия, тоже в таком стиле. Видно паттерны, похожие на «1984», только это очень-очень маленькая книжечка. И знаете, что меня больше всего поразило в этой книге? И что эта антиутопия была написана, по-моему, в 20-х годах 20-го века. То есть задолго до вообще всего, что можно было бы предположить. Столько здесь правического какого-то, что прям немножко страшно становится. Почитайте, если еще нет. «Дафна Дюмарье и ее Ребекка» – одна из моих любимых книг в готическом, в таком немножко щекочущем нервы стиле. Ребекка мне действительно очень понравилась. Это, по сути, имя героини, которая уже умерла, но при этом говорят только о ней. То есть новая героиня имени, которой мы не знаем и так и не узнаем, становится женой вдовца. Ну, а все в доме говорят только про бывшую жену, и, видимо, там еще какая-то мистика присутствует. Если, опять же, не читали, очень-очень советую. Вообще, одна из лучших книг у «Дафны Дюмарье», на мой субъективный взгляд. И еще у меня здесь Карлос Руис Сафон и «Тень ветра» – это та самая книжечка, с которой началась моя любовь к Сафону и началась моя любовь к этой, что это, тетралогии, получается, «Кладбище забытых книг». Здесь у нас очень атмосферная Барселона, причем не классическая, не летняя Барселона с пальмами, коктейлями и ночными вечеринками. Нет, здесь у нас Барселона осенняя и зимняя, дождливая, туманная, невероятно готичная, невероятно загадочная, мистическая. И там речь идет о книгах, то есть там есть специальное место, такая закрытая, я бы сказала, библиотека, в которую вход дан не каждому и которая, да, немножко, немножко мистическая. Еще здесь начинается история семьи, о которой нам будут рассказывать в течение четырех книг. Здесь у нас история и Испании тоже увязана, и Барселоны, и, кстати, появляется даже Париж, и много-много книг. Так, советую эту серию, если вы тоже не читали. Следующая полочка, вот мы уже начинаем немножко спускаться пониже. Так, здесь у меня что? Здесь все начинается с Пруста, и первая книжка в его семитомном цикле «В сторону Свана». Эту книгу я читала, это пока единственная книга Пруста, которую я читала, и посмотрите, так вам так не видно, наверное, вот посмотрите, сколько здесь закладок, практически на каждой странице, и на некоторых даже по две. Это было потрясающе, это невероятно сложно читать, когда у вас нет времени и нет сил, чтобы погрузиться в текст. Но, если у вас есть какой-то момент, когда вы можете отрешиться от всего и действительно сосредоточиться на тексте, то берите. Я, кстати, даже ездила в дом детства Марселя Пруста. На самом деле дом был сам на замке, на реконструкции. Кстати, надо проверить, может быть, в этом году уже его открыли, и может быть, стоит туда снова вернуться в Илье Камбре. Дальше у меня третья книга, тоже Марсель Пруст, но уже Германт. Я ее еще не открывала, и она значительно, значительно объемнее. На самом деле все просто, я искала вторую часть тоже вот в этом переводе, скажем так, в классическом, что ли, самом первом переводе, он считается лучшим. И, ну, в общем, не нашла, ее уже сняли с производства давным-давным-давно, даже эту-то было непросто найти, это, хотя здесь 2021 год, но почему-то вторую было сложно найти. В переводе франковского хотелось мне все-таки тот самый перевод. Ну, что ж, ничего страшного, взяла в другом. Почему, если вы спросите, я не читаю на французском? Потому что хочу почувствовать, во-первых, на 100% язык, а во-вторых, я боюсь потерять мотивацию. Все-таки это не самый простой для восприятия текст, и очень много томов, поэтому я пока в русском переводе, может быть, когда-то возьму и французский. «Чрево Парижа» от Золя, тоже еще не читала, но в планах. И три книги «Ремарка». На Западном фронте без перемен я прочитала, и это просто стеклянное стеклище, это была очень тяжелая книга, но я считаю, ее нужно прочитать каждому. Здесь речь о Первой мировой войне, о потерянном поколении немецких молодых людей, которые в ней участвовали, и, в общем-то, взгляд «Ремарка» на войну в целом. И еще две книги «Триумфальная арка», я ее читала когда-то очень давно, еще в школе, поэтому взяла, чтобы перечитать, и от полудня до полуночи буквально недавно показывала вам эту книгу в покупках, еще не читала, даже не помню там про что. Здесь даже не написано про что и где происходит действие, но в «Триумфальной арке» это, конечно же, Париж. Вот в этой вот маленькой секции специальной, посмотрите, что у меня стоит. Это сцена, когда трое наших друзей из Хогвартса в первой книге попробовали, так как она называлась, Polyjuice Potion, в общем, зелье, которое, оборотное зелье, по-моему, это называлось, или как-то так, в общем, которое должно было их превратить в других, скажем так, персонажей. И, да, здесь Гермиона с кошачьей головой. Очень классный набор, маленький, но мне невероятно нравится. Продолжаем с книжечками и эксклюзивной классикой. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Недавно прочитанная книга, вот вы видите, с закладками. Это был удачный перечит того, что мне совершенно не зашло, то, что я совершенно не поняла в школьные годы. Ну, кстати, здесь цветочек лежит. Еще Булгаков. «Собачье сердце» и здесь еще у нас «Жизнь господина де Мольера». Эту книгу я читала, по-моему, либо чуть раньше в этом году, либо в прошлом уже году, что-то точно уже сейчас не вспомню, наверное, все-таки в конце прошлого года. И, опять же, очень хорошее произведение, причем как «Собачье сердце», которое занимает, ну, вот, столичка, вот, так и «Жизнь господина де Мольера». Это вот оставшаяся часть книги. На самом деле, было очень интересно читать, хотя, по сути, это биография Мольера в таком художественном, что ли, переложении. Еще одна книга Булгакова «Белая гвардия», книга, на которую пока у меня не хватило духа. И, на самом деле, она не очень большая, поэтому, может быть, все-таки стоит взять и прочитать. Но «Гражданская война» — это не самый любимый и, точнее, интересный мне период в истории России, по крайней мере. Так что, не знаю, не знаю, но прочитать хочу. Так, и последнее, что у меня здесь есть, это «Пастернак и его доктор Живаго». Эту книгу я читала еще в старшей школе, она меня по-настоящему поразила. Она мне понравилась, хотя многие говорили мне, что она невероятно скучная, но мне очень понравилась. Мне она действительно, действительно, меня эта книга задела и как-то, не знаю, понимаешь трагедию, опять же, нескольких поколений. В общем, ух, книга, надо бы тоже перечитать, потому что детали я уже помню очень плохо. Дальше у меня здесь три книги в покетбуке. Это «Харуки Мураками» и две книги «Убийство Командора». Просто часть первая, часть вторая. Я, кстати, читала тоже эту книгу на канале, поэтому вам рассказывала. Можете посмотреть мои впечатления. Но именно с этой книги начался мой интерес, по крайней мере, к «Харуки Мураками». Особенно его описание еды. Это просто хочется сразу бежать, причем не есть сразу, а готовить. Поджаз. И «Охоту на овец» я еще не читала. И вы мне подсказали, кстати, под предыдущим книжным влогом, что на самом деле это часть трилогии. Там еще есть предыдущие книги, поэтому, наверное, я сначала куплю их и прочитаю, а потом уже перейду к «Охоте на овец». Дальше здесь книжечки, которые не поместились. «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. Недавно читала совершенно эту книгу. Здесь у меня есть «Лимонная мята». Оп. Из «Живерни». Да, потому что действие происходит в «Живерни». На день рождения мы ездили в «Живерни». Как раз смотреть на те самые кувшинки, на тот самый городок, на дом и сад Клода Мане. Так что абсолютно любовь. Книга не скажу, что понравилась мне на 5 звезд, скорее на 4, потому что детективная история мне показалась немного слитой. Но атмосфера просто на все 146%. Дальше здесь «Пианист Шпильмана». Я смотрела фильм и книгу нашла в коробочке по обмену. Решила тоже взять, прочитать, потому что фильм действительно меня тоже очень задел. И это один из лучших, мне кажется, фильмов вообще в принципе. И начало стопочки «Азбуки классики». Это «Солженицын» и «Один день Ивана Денисовича». На самом деле у меня стоит, вот там вот вам не видно, но там на фоне стоит «Архипелаг Гулаг». Я в любом случае прочитаю эту книгу. Я знаю, что есть разные отзывы. Есть многие люди, которые критикуют эту книгу очень сильно. Но я, знаете ли, хочу прочитать Пастернака, а потом его осуждать. Ну, в общем, хочу составить свое собственное мнение. И действительно иметь уже какое-то обоснование для того, чтобы составлять свое собственное мнение. Но я не знаю, насколько у меня хватит смелости начать именно с такого объемного произведения. Поэтому вот я решила еще купить такую малюсенькую книжечку и попробовать с рассказов начать. Так что переходим к стопке «Азбуки классики». Вот такая она у меня здесь. «Свитоний. Жизнь двенадцати Цезарей». Одна из лучших, на мой взгляд, книг, таких даже нон-фикшен, я бы сказала, книг, о периоде Римской империи. Если вы не можете перестать думать о Римской империи, возьмите себе «Свитоний. Его жизнь двенадцати Цезарей». Это было очень увлекательно, очень интересно, не банально. Это не историческая книга, на которой вы уснете. Нет, «Свитоний» там, ну так, свое мнение еще немножко подкидывал. И свои какие-то фразочки тоже. Поэтому настоящий памятник древней литературы, истории и да. И дальше начинается «Довлад». Да, один из моих любимых авторов. И мне, кстати, как-то никогда не хотелось купить прям огромное собрание сочинений. Мне нравится вот этот формат. Вазбуки-классики, маленькие книжечки. Такие вроде бы неказистые, но такие наполненные смыслом внутри. И первое здесь еще не распечатанное, единственное мною не прочитанное – это его «Зона». Дальше «Марш одиноких», который я читала недавно, буквально в марте. И, ну, как обычно, как обычно, сколько же здесь всего откликающегося. «Чемодан», книга, с которой я всем советую начинать до Влатова. И пока, мне кажется, это самая смешная книга, которую я у него читала. «Наши», тоже совершенно прекрасное произведение. «Иностранка», тоже классная. «Заповедник», слушайте, я просто на каждую книгу буду говорить, что она потрясающе классная. Скорее бегите читайте. «Соло на Ундервуди», «Соло на IBM», «Компромисс», «Ремесло», еще одна книга, которую я посоветую всем, и «Блески, нищета русской литературы». Это тоже классно. Ну и все, что здесь осталось, это «Агата Кристи». Ух ты, одна какая беленькая, другие уже немножко подвыцвели. Или, может быть, бумага такая, не знаю. Но, учитывая, что некоторые из них я покупала через букинистов, может быть, уже и, конечно, бумага пожелтела. Что это вообще такое? Если вы вдруг еще не слышали это от меня, я решила перечитать всего Пуаро, начиная с первой книги и до последней, прямо в хронологическом порядке. И вот это начало, начало моих усилий. Сейчас я вам покажу их не в хронологическом порядке, просто как они идут здесь у меня. Возможно, это будет обратный хронологический порядок первых восьми книг. Но, в общем-то, я сейчас нахожусь на стадии вот этой книги. Наверное, надо скоро взять. Летом это потрясающий как раз момент, именно чтобы читать «Агату Кристи» как-то по традиции. Так, что у меня здесь? «Убийство» Роджера Экройда, «Рождество Эркюля Пуаро», «Смерть на Ниле», книга, которая мне понравилась не очень, но надо бы уже посмотреть фильм, вообще-то, который давным-давно вышел. «Убийство в Восточном Экспрессе», понравилась книга, фильм еще тоже не смотрела. «Расследование Пуаро», это отдельные рассказики. «Убийство на поле для гольфа», по-моему, это называется, не помню точно, но это было интересно читать, одна из первых книг как раз «Агаты Кристи». Самая первая книга в серии Пуаро и, по-моему, самая первая, написанная вообще Агатой Кристи в целом, это «Загадочное происшествие в Стайлз». Очень советую. У меня еще здесь такое эксклюзивное издание с неизданными главами, с неизданным концом, с альтернативным, в общем, это было очень здорово в плане знакомства тоже. И «Большая четверка», эта книга у меня следующая на очереди, вот ее я возьму как раз, какой-то из следующих книг этим летом. Хотела сказать, что все, что шкаф разобран, но у меня же вот еще эксклюзивная пластика. Это то, что я купила совсем недавно, поэтому давайте быстренько покажу, то, что я разбирала, распаковывала буквально в последней распаковке книжных покупок. Ну, практически все. Булгаков и его театральный роман, вот это не из последних покупок, но проб, исторические корни волшебной сказки. Стругацкий и трудно быть богом, ух, надо их туда к Стругацким положить, чтобы все было рядышком. Достоевский раз, записки из мертвого дома. Достоевский два, игрок. Достоевский три, чужая жена и муж под кроватью. И Достоевский четыре, записки из подполья. Вот теперь точно все. Если найду еще на полках, то постараюсь их сложить в эти коробки, но пока двух коробок мне не хватило и нужно будет взять третью. И вообще не понимаю, как уместить вообще все, что здесь находится, в другие коробки, если мне только вот для этой вот небольшой полочки понадобилось целых три коробки. Ух, ну что, будем есть слона по кусочкам, снимать сериал. Надеюсь, что пилотный выпуск вам понравился, что сегодня было интересно провести это время со мной. И да, до новых видео совсем скоро. Обнимаю вас виртуально. Пока!